Учебный день в 9-й Тобольской школе начинается с гимна. Патриотический настрой здесь даже у маленьких. В 5-м классе урок мужества ведет Денис Рахматуллин. На примере своего прапрадеда 11-ти классник рассказывает, как солдат Мухаммед Рахимов защищал родину. Сначала он пошел в Арсилийское училище в Тюмени, а позже был отправлен на фронт. Он был на Курской дуге, дошел до Берлина, был на войне в Японии. Перед Днем Победы каждая неделя в школе посвящается героям. Вот казаки рассказывают о доблести своих старших коллег. В апреле ученики выходили на связь с Тульской областью. Общались с дочерью героя Тоболика Алексея Рогожина. Теперь дети изучают подвиг Тимофея Чаркова. Сопоставляя рассказы из прошлого, ученики по-новому открывают и своих предков. Готовятся с их портретами участвовать в акции «Бессмертный полк». Я пойду с портретом своего прадеда Николая Григорьевича Сельницына. Он участвовал в такой операции, как Будапештская. Это операция по завоеванию Венгрии. На момент призыва, то есть в 1944 году, ему было всего 16-17 лет. Он подделал дату рождения, чтобы он смог помочь своей родине одержать победу. Вот они, солдаты Победы. Спасая эти уходящие лики, фотографы восстанавливают историю страны. Вот тут вот на «Бессмертный полк» вот этого только надо выбрать. Вот она, видите, какая вся старая. Вообще вот такие фотографии очень интересно делать, потому что, да, ты понимаешь, что это история жизни наших родителей, прадедов. Более 4 тысяч портретов участников войны и тружеников тыла восстановили для стены памяти. Теперь с ними табаляки вольются в «Бессмертный полк». Город готовится к Дню Победы. Уже царит предпраздничное настроение. 9 мая табаляки с портретами своих родных и близких пройдут по главной улице Тобольска от Росичей Журавского до Тобольского Кремля. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тюменская служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова